Друзья, привет! Добро пожаловать на канал Машкевич Лайф. Мы сейчас находимся в городе Батуми, в Грузии. И приехали погулять в магазин Джиск. Мне давно про него рассказывали, как про аналог Икея. Но это действительно тоже скандинавский бренд, поддерживающий принципы «всё для дома». И вот сегодня мы в батумском филиале погуляем. Кстати, филиалы этих магазинов есть в 48 странах. И в Грузии, именно в Грузии, есть 6 филиалов. Он находится в Тбилиси, Кутаиси и Батуми в крупных городах. Насколько я понимаю, то в Батуми один вариант, который находится между старым и новым городом. Как раз очень удобное, людное место. Я думаю, многие из вас, кто уже находится, живет в Батуми, посетили этот магазин. Мы сегодня в первый раз с мужем приехали. И вот посмотрим, что там есть и действительно ли это так похоже на Икея. Посмотрим скандинавское качество. Это всегда приятно. Посмотрим на цены. И, возможно, вам будет интересно вместе со мной погулять по этому магазину. И, может быть, что-то новое для себя увидеть. Так, вот этот комплект метр сорок на два. Это маленькие все. А вот два двадцать. Вот два двадцать на два. Комплект получается пододеяльник и две наволочки. Двести лари. Вот такие вот цветы какие-то большие. Ну, это вообще 360 лари. Ну, там и качество получше. Еще такие варианты есть. Ого, какая классная полоска. Хоть я полоску не люблю, потому что мне полоска напоминает всегда какие-то робы. Ну, это такая приятная полосочка. Вот, 159. Вот, пледик. Простыни. Вот, все твари простыни. Ну, очень такое приятное качество. Кстати, непонятно, из чего это. Ну, это тоже простынь. Так, ладно, едем дальше. Здесь есть. Может, куда еще? А, можно. Вот, смотрите, здесь есть подушечки. Ой, какие подушечки. 80 лари. Я хочу такую подушечку. А, нет, это большая. Это, наверное, 70 на 70. Квадратом. Вот это 50 на 70. Прикольная подушка. 80 лари. Ну, 80 лари это... Блин. Дорого. Для подушки. А вот, смотрите, 25,90 есть. Какой-то... Ой, какая-то трава там внутри, реально. Там внутри какая-то трава. Какие-то листья я чувствую. Правда, трава, ребят? Там прям листья. Какая-то... Какой-то наполнитель из опилок, что ли, каких-то, листочков, веточек. Ничего себе. 26 лари. Такая подушка. Может, она пахнет? Нет, ничем не пахнет. Можем показать сейчас. Во! Рамочки. А вот еще подушки здесь. А вот, смотрите, еще такой же наполнитель. Вот этот вот 50 лари. Вот такая подушка стоит. Так. А вот одеяло, наверное. Ой, какая мягушка. 60 лари. 60 лари. Метр 35. Маленькая. Так, а мы сейчас посмотрим большие. Почему одеяла? Большие и теплые. Ну, наверное, вот это. 200 лари. Метр 80 на 2. Ну, это опять маленькая. Такой олегиевский размер. Господи, сколько здесь всякого барахла интересного. Вот тут пледики, чашечки. Правда, нет какой-то... О, кастрюльки, ножички. Так. Сковородочки. Вот такая сковородка, например, небольшая, стоит 80 лари. А большая, диаметром 28, стоит 100 лари. Вот такая вот металлическая миска под салат. А, ну это, господи, это какой-то тазик. Ну, страшный. Скажите. 20 лари. Всякое такое вот. Терки. Кстати, надо... Я купила себе электрическую терку и убрала в долгий ящик. И когда нужно что-то потереть, я думаю, ахрен с ним не буду тертое есть. Надо купить какую-то терку. Посуда. О, какие чашечки. Милота. 7,90. Ой, под кофе. Вы посмотрите просто. 30 лари. Такие три кружечки. Доски. Ну, доски здесь везде, я заметила, продаются. Выбор достаточно большой. Ну, кстати, 40 лари. Доски. Доски здесь хорошие. Всякие корзиночки. Моя подруга такие корзиночки пилетет. Если что, ей закажу. Ой, скорее бы уже время обустройства квартиры. Так хочется уже скорее там уютно надеть. Так это еще что такое? Ой, спасибо. Я не знаю. Какие-то матрасики, что ли. Матрасики. Матрасики. Слушайте, ну, мебель здесь. Вот диваны, кстати, неплохие. Сколько такой диван стоит? Тысячу лари, да? Такой вот три тысячи лари стоит. Как раз таки вот такого размера нам нужен диван. Ну, я заметила, что мебель вообще в Батуми не дешевая. Дешево можно сделать только на заказ. А то, что продается готовое, то, что привезенное, оно и стоит так нормально достаточно. Так. Что здесь еще есть? Коврики всякие. Клеенка на стол. Вот. Вешалки. Корзины для белья. О, кстати, это отличная вещь. Столарь, корзин для белья стоит. Ух ты, видишь, какой стол. Ого-го, мощно. Тысячу три столаря, да, стоит такой стол? Угу. Ты что взял? А, в душ стирать воду с этого, да? Так. Вот такой вот стеллажик простой, достаточно 900 лари, да? Маленький столик 300, пуф, 300. Вот такой стол. Похоже на то, что мы себе хотим. Мы тоже будем на заказ делать. Тысяча пятьсот лари. Диван, я вот посмотрела, что диван. Ну, вот примерно такого же нам нужно размер, да, диван? Ну, вот 3000 лари такой диван стоит. Ну, да, такую. Точно похоже на Икеа, особенно в ценовой диапазон. Очень даже. Даже батут здесь стоит. Вот, смотрите, вот, я хочу именно светлый диван в гостиную. Ну, вот, 3000 лари. Вот. Ну, этот какой-то сломан. А этот в серый отдает. А я как раз не хочу, чтобы в серый отдал. Ух ты! Они плохо, очень даже. По цвету лучше. Размер. Вот эти. Ну, это так. А, вон там еще, смотрите, продолжение. Там можно ступать. Посмотрите, здесь вот еще полотенчики есть. Вот, 50 лари полотенца. Такое большое. 70 на 140. Так, вот это тоже, да? Большое, по-моему. Не вижу размера. Да, 70 на 140. 40 лари. Ну, вот, кстати, в тысячу рублей такое полотенчико будет стоить. Надо за такими полотенцами ехать в Турцию. Он как раз... Вот. Здесь и халатики есть. Так. Мужские халатики. Ой, и мякушки. Вообще. Мякушки. Цен нету. А вот цена. Нет. Цен нету, ребят. Не знаю, как вам подсказать, сколько стоит. Вешалки. 15,90. Ух ты. А, это такая штука прям в этот шкаф. Ну, в общем, здесь все. Такое то, что для нужд, бытовое. Слушайте, я еще хочу в тот угол сходить. О, какой шкаф классный. Ну, тоже 3... 3 тысячи лари стоит такой шкаф. И низкий. Мы хотим шкафы под потолок сделать. На заказ. Прикольно, да? Такие дверки, когда рифленые. Честно говоря, раньше мне так не нравилась деревянная текстура. Мне казалось, что какая-то деревня. А сейчас вообще я восхищаюсь. Мне почему-то прям хочется и себе такое сделать. Ну, просто предполагает, что все такое темненькое немножко. Какая-то 2,400 шкаф стоит вот такой. У него размер 157 на 220. Так. А что здесь еще? Всякий веничек, совочек. Вот, кстати, у нас такая штука была из Икеи. Мишкину шерсть сметать с пледа. Она вот когда залезает на кровать, ну, 25 лари стоит. Можно будет потом приобрести. О, кстати, весы, смотрите-ка. 90 лари. Ну, я сегодня не помню, за сколько я там купила. За 40, что ли, в этом, в Горге. А вот зеркала. Смотрите, такие штуки. Ну, повесить ванную. Что здесь еще? Ну, вот. Как-то поменьше на разу стало. Пойду. А то, что-то мы набежали прям все сразу. А вот, смотрите, вообще гигантский диван. 4 тысячи лари стоит. Здесь всякие креслица, рабочие зоны. О, 30% скидка за 800. Ну, мадлоба. Где Дима, мадлоба? Ой, какой стул. Шикарденно. Выглядит очень дорого. Такой из синий-черный цвет. Класс. 600 лари. Ну, здесь просто рабочие места. На улице дождик. Батумская погода. Мы не расстраиваемся этому факту, что на улице дождик. Ну, такой небольшой магазин. В принципе, ну, на такой небольшой площади много всего поместилось. Цены, конечно, не бюджетные. Но качество, я вижу, что хорошее. На Икею, да, действительно похоже. Можно, в принципе, выбрать и мебель, и какие-то бытовые наборы, приборы, и постельное белье, и полотенц. Вот, смотрите, здесь, кстати, постельное белье. А, вот та полосочка, которую я посмотрела, выглядит очень неплохо, кстати говоря. Я вообще не люблю полоску, но мне нравится. У нас вот такой комод в Москве. Да, такой комод в Москве. Такой точно. У нас же икеевский. Так. Сейчас мы посмотрим. Тысяча. А вот, да, слушайте, наш, правда, комод, у нас такой комод был. 900 лари. Ну, 900 лари это... Сколько это? Я даже не могу перевести. 30 тысяч рублей, что ли? Вот такой комод стоит. Ну, примерно, да, около... Ну, понятно, что мы его покупали за, не знаю, тысяч пять-девять, наверное, где-то. А это... Ну, да. Говорит, что это было много лет назад, но все равно цены-то не так выросли. Да. Наверное, эти все варианты мебели можно где-то заказать подешевле. Ну, хотя... И это не точно, да? Ну, это не точно. Ну, симпатичные шкафчики есть. Смотрите, вот, например, какой шкаф, да? 1800 стоит. У него размер 96 глубина и 2 на 64. Ну, как бы цены, да, немножко кусачие. Вот. Я хочу это постельное белье посмотреть, какое в развороте здесь есть. То, что мы там... Потому что... Вот они, эти цветы. Ну, не скажу, что на ощупь прям. Супер-пупер, так себе, средненько. Вот банкеточка 400 варим. Ой, какой бледик. Милота же, да? Что там с той стороны? Класс. Какой бледик. Я уже жду скрибы. У нас уже период обустройства начался, чтобы можно было застелить красивое новое постельное белье. Всякие пледики, подушечки. Ой, слушай, я тебе хотела показать одну подушку. Там я посмотрела. А, вот еще комодики, да, здесь. Вот 900 ларь комод. Смотри, малюсенький комод, да, ко входу. Малюсенький комод ко входной двери. 800 ларь. Вот такой вот побольше, да, 999 ларь. О, смотрите, как классно смотрится. Такой комод. 1000 ларь. Здорово. Как тот шкаф, к которому я подходила. Там такой же шкаф есть. Здорово. А, и вот кровать, кстати. А кровать такая сколько стоит, ты видишь? А, вот это? Или это только основание? Или это только... А, это матрас, да, 400 ларь? А, ну это маленькие в смысле, да. Вот кровать это сколько стоит, непонятно. Нету цены здесь. Вот тоже такая деревянная текстура. Ну не знаю, вот тут какой-то пидорской комодик, извиняюсь, конечно, да. И еще, ну не знаю, еще такая фурнитура поганая, пластиковая, пластмассовая. 440 ларь. А это на минуточку, там 13 тысяч рублей практически. Детские всякие кровати. А вот такая, кстати, есть в Икее. Она раздвижная, по-моему, или нет? Вот что здесь. Пойдем туда, где подушки, я тебе кое-что покажу. Посмотри вот эту подушку, потрогай ее. Что там внутри, как ты думаешь, просто по ощущению? Перья? Нет, оно как бы, как будто там какая-то трава, какие-то листья. Ты считаешь, что это перья? Да. Нет. Перьевая? Да ладно. Нет, не перья, это, Сереж. Я чувствую, что там какая-то трава внутри. Не знаю. Ну так неприятно, если это перья, да, на перьях так спать. Серьезно перья? Люди на соломе спали. Ну, на соломе сам спи. Вот. Вот это тоже перьевая, что ли, получается? Да. А, ну то есть те пуховые, а вот эти перьевые. Перьевые. Вот, пуховая подушка, да? Вот, потрогай, видишь, пух, да? А вот это перьевая. Слушай, я так себе хочу подушку. Мне так неудобно спать. Ну, вряд ли трава, это что? Не трава, да? Перышки, да? А я прям вот рукой трогаю, мне чувствуется, как будто там какие-то листики, шметочки. Я ее понюхала, думала, может, там какие-то травы для успокоения. О, часики модные. Глобус. Маленькие пидорские холсты, 19,90. Там в магазине можно при 19 купить 50 на 70 холст. Я в прошлый раз покупала. Правда, он не очень качественный, но все-таки. О, рамки. Вот здесь, смотрите, еще я зашла. Куча всяких подушек, выбор. Вот. Какие-то совсем простые. А вот это такие, которые у нас. Там какой-то просто наполнитель. Мягкие, но все-таки это не пух. Вот эта подушечка мне понравилась. Вот эта подушка мне понравилась. Вот, потрогай. Семь с девять. Ну, это вообще, да. А у тебя такая была, да, помнишь, похожая? Я ее все браковала. Что это за подушка у тебя такая стрёмная? А потом выяснилось, что эта подушка очень даже, очень даже подушка. А это что такое? Тоже подушечка, да? Под голову. Детская. Ну да. А вот смотри, есть. Можно облокотиться, и чтобы спине было удобно. 90 лари такая штука стоит. А он для шеи. А вот подушка в этот, в самолет. Победишка. Не знаю. А сколько она стоит? Здесь, мне кажется, дорого. Может, на другом месте купим? Не знаю, но она вроде типа... Да, ну давай. Уточнить. А вот это тоже, это перьевые одеяла. Вот, 2 на 2,20 такое перьевое одеяло. 120 лари. Ну, наверное, под приемом тепло, да? И оно такое мягкое. Ну, оно тоненькое. Оно вот. Такой для меня это летний вариант. Я привыкла к этим киевским одеялам теплым. Ну. Но все равно, наверное, под перышками хорошо. Только непонятно, как за ними ухаживать. Это тоже вопрос. Постельное белье, кстати, не могу сказать, что мне прям какое-то понравилось, зацепило. Ну, разве что только какой-то вот такой вариант. Ну, 360 лари, да? Вот этот вот комплект. 2 на 2,20. Две наволочки. 50 на 70. 75. И... А, это 2,40 на 2,60 простыня, да? Угу. И такая цена. 5,90. 5,90? Ну, вот это все, что мы купили в Джиске. Ну, чисто такая... Экскурсионная прогулочка была, чтобы знать. Мы все говорили, сходите, сходите. Прям как Икея, как Икея. Ну... А, вот уже, смотрите, что-то распускается. Ой, ну ля пута. Здесь вообще шикарная природа в Батуме, конечно. Как бы Икея, да не Икея, понимаете? Дороговато. Цены кусачьи. Очень кусачьи. Ну, и как вот мы про этот комод посчитали. Вот. Поэтому мы для себя решили, что скорее всего будем либо что-то сами делать. Ну, на заказ мебель. На заказ мебель еще цены. Причем мы... Вот все, что мы заказали к нам в ванну, я уже показывала как-то в видео, мы за это заплатили 800... Сколько? 800, да, Ларри? 840. 840 плюс там фурнитура. Пришлось добавлять, потому что он некрасивый выбрал. Мы как бы сами выбрали ручки другие к этой мебели. Вот. Там, получается, комод и все вот эти навесные шкафы. И Сережа говорил мне, Маша, 800 лари для такой мебели, это дорого. А я ему говорила, нет, недорого. И вот мы из того, что прошлись сегодня, про все вот эти магазины пробежались, посмотрели, что да, действительно, вот такие цены. То есть диван 3 тысячи легко, 3 тысячи лари. Какой-то комодик шевенький, тысяча лари. Как бы здесь это нормально. Вот. Поэтому... Зарплаты, да, не соответствуют уровню жизни.